Алиев и Эрдоган, не особо утруждая себя в поиске многоходовых комбинаций, уже давно играют с Пашиняном в старую добрую игру, злого следователя и доброго следователя. Эрдоган в роли доброго ничего особого от Пашиняна не требует. Вот и в последнем телефонном разговоре снова заверил Пашиняна, что готов с Арменией урегулировать отношения без предусловий. Совсем-совсем без предусловий. Только вот сначала надо Армении урегулировать отношения с Азербайджаном, Пашинян. А Пашинян и доволен. Подарки доброму следователю преподносит, с праздниками регулярно поздравляет, за доброту и чуткость благодарит. А вот злого следователя Пашинян не поздравляет, подарки не дарит, потому как у того и условия, и предусловия. На самом деле известно, что как у злого следователя, так и у доброго цель одна, чтобы созревший клиент взял на себя как можно больше все, что только вздумают на него повесить. И клиент, Пашинян, все покорно берет. Причем, в нашем случае ни злому следователю, ни тем более доброму даже нет нужды придумывать мотивы, по которым клиент взял бы на себя грубо шитые дела. Клиенту просто ставят задачу, а мотив для ее исполнения он придумывает сам, поскольку в этих делах мастер на все руки. Ставят клиенту задачу признать Арцах частью Азербайджана, оправдать этническую чистку, тему Арцаха закрытия для будущих поколений. Нет проблем, клиент мотив придумал, оказывается, Арцах предал не он, а прежние власти, которые в 1991 году подписали какую-то там Алма-Атинскую декларацию, о которой до клиента никто из подписантов и не вспоминал. Клиенту ставят задачу сдать территории, признавая де-факто их оккупацию на протяжении минувших лет. И клиент сдает это нужно, чтобы провести колючую проволоку, чтобы недисциплинированные коровы не перебегали границу, подрывая региональную стабильность. Клиенту ставят задачу изменить конституцию. Но тут клиенту вообще легко найти мотив, надо просто сказать, что прежнюю конституцию народ не хотел, нужно принять новую народную. Клиенту ставят задачу свернуть тему геноцида. И клиент придумывает мотив, тему надо свернуть, поскольку она была навязана нам империей, ее специальными службами, чтобы держать в узде. Поначалу клиент брыкался, пока у него был российский адвокат. Но клиент адвокатом был вечно недоволен, и то не так сказал, и здесь не вступился, и тут промолчал. И вокруг все подначивали, дескать, что это за адвокат, в международном праве ничего рубит, отзывы отрицательные, только и умеет, что кое-как с обвинителями договариваться. Решил тогда клиент адвоката поменять. Взял другого адвоката, американского. Пришел тот поднаторевший в международном праве адвокат и говорит клиенту, нечего понапрасну страдать, надо все на себя взять, все, что требуют, подписать. Короче, сливай все, жизнь станет легче. И тогда, я многоопытный американский адвокат, поднаторевший в международном праве, похлопочу перед обвинителями, чтобы те не требовали слишком сурового приговора. Чтобы клиенту дали условное. А там, может быть, и до амнистии доживешь, если, конечно, будешь хорошо себя вести, следовать указаниям продвинутого в международном праве адвоката и исправно платить по счетам. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok